Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня в пользу Брозе. Штребух! Так, кормилица, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Всем здравствуйте, ребят, с вами расхититель мусорных баков. В этом видео вы увидите, как я роюсь в помойках, как я на них зарабатываю. Поставьте обязательно лайк, ну и напишите в комментариях, как вам вообще в мой род деятельности. Так, расхитим вот этот вот пакетик. Посмотрим, что у нас тут. Боняневые шкурочки. Да и, кстати, горчица дижонская вообще тема. О, нифига себе сразу, ребят, смотрите. Вынос подиков, каких-то вейпов, одноразок. Нифига тут их сколько. Давайте посмотрим. Нифига себе. Одноразочка вот такая. Это тоже. А, нет, это даже подик, ребят, вот такой вот. Обалдеть. Джелли бокс, ребят. Подик. Нифига. Это ж вообще старые вейпуты от Егошка. Айстик 30 ватт. Нифига. Вот еще что-то. Кусочек какой-то одноразки. Так, это какой-то подик. Тоже подик с мясосменным картриджем. Нифига себе, ребят. Бруска. Бруска. Подик. Минникан плюс. И бруска айспиры. Обалдеть. Нифига тут подиков. Ебать, ребят. Это смоук. Смоук норд. Про. Нифига себе. Вон еще подик. Вапоресса экстра. Капец. Вон еще. Ашкуди. Вот такой вот. Капец. Какие-то картриджи. Жижа, правда, протекла. Вот такая вот. Охренеть. Так, капец. Этих подиков можно заработать будет. Тысячи три. Вообще шикарно. Забираю. Что у нас тут еще есть? Какие-то... А, курточка. Кстати, кэшбэк. Кэшбэк, ребят. Смотрите. 6 рублей. Вообще шикардос. Нифига себе. Люди курить бросают и выкидывают вот такое. Ну, а мне такое надо. Офигенно. Моечка вообще знатная. Сытненькая такая. Опа. Какой-то конкурент тут рыскает. Вы нас с хаты? Офигенно. Офигенно. Дай залезу. Ой, самое сладенькое. Оставил меня. Будем аккуратненько, да? Так, доска для рисования. ОГЭ. ББ. Офигенно. Офигенно. Это хороший... Опа. Зацени. Беспроводные наушнички. О, они там есть. Ну, проверим, работают, не? Один включился. А вот второй не хочет. Походу, сдох второй. О, Type-C на Type-C топовый. Для пауэрбанков мощных. Ребят, вот такие беспроводные наушники. Модель. Деним ТВС какой-то. Ну, проверим. Работают, нет? Тут обычная зарядка под микро-USB. О, штанишки драные. С мотнёй драный. Боттега. Ой, не-не-не. Боттега это Биба. Так, кошелёчек типа Луи Виттон. Типа драный. Машинка, кстати, целая. Полицейская. Палёная 100%. Футболка или что? А, какая-то типа кофта. Ой-ёй-ёй, трусы с выделениями. Кошмар. У кого-то подтекает там. Ой, лифчик. Ой-ёй-ёй. О, кстати. Ой, тоже пятны этот. Не, неинтересно. О, ещё. JBL. Только самих наушников нет. Кейс от наушников беспроводных JBL. Эти, кстати, уже покруче, чем эти. Но кейс, я не думаю, что у нас купят на рынке. Ну, может быть, кто-то и купит. Вы нас так себе дали, ребятки. Ох-ох-ох. Бурёночка. Ох-ох. Ох, бурёночка. Ох. О, печенье. О, юбилейное, вкусное. Миш, вот это стоит забрать. Вкуснятина. Юбилейное, очень вкусное печенье. О, нифига себе, бон пари. Мармелад, страна единорогов. Ох-х-х-х-х-х-х. О, бон пари. Мармелад, камешинки. Две пачки вот это. О, да. Макарошки. О, бон пари. И ещё, и ещё. Четыре пачки ребятки. О, вот это тоже рис краснодарский в пакетиках. Удобно такой варить. Двадцать первого года изготовлен. О, это чё? Чёрнослив ребятки. Мармелад, чёрная смородина. Ой-ой-ой. Просто кайф, ребят. Макароны забираем. О, ещё вон паришечки. Ммм. Мармеладки запечатаны. Пять пачек в итоге. Ребятки. Эспагетроны. Так, краска не надо. Ой-ой. Так, вот это всё забираем. Так, лапшу я не люблю. Мармеладик. Вот это бубявр, рис. Не, ну, ребят. Вот это просто шикардосик. Ништяк. Мармелад, печенюшечки. Это всё к чаю там. Когда помойка кормит, это просто изумительно. Ещё надо отъехать. Ой, сочная кормилица. О, так, а вот тут что? О, пустая коробка. Может, конкуренты тут уже всё нашли за нас. Коробочка тяжёлая. Что тут у нас? Джинни профессиональный клипер. Что это, типа? Профессиональный трипер? Трипер в полном комплекте. Не, ну, ребят, грубо говоря, это реальный трипер, если этим воспользоваться. Потому что неизвестно, кто до этого этим пользовался. Тут можно из пиццы, из фифилис, что хочешь подцепить. Вот я себе недавно бритву электрическую прикупил. Реально, божественную. Просто зацените. Ощути силу новой бритвы Сукас С5. Бритьё с левитацией на 360 градусов позволит полностью обрисовать контур кожи для равномерного бритья. При работе с труднодоступными участками лезвие автоматически регулирует угол наклона, чтобы очертить контур лица для непрерывного бритья без пауз, что обеспечивает на 20% больший охват при бритье. Сукас С5 имеет двойное лезвие для более высокой эффективности, что увеличивает время бритья до 50% по сравнению с однослойным лезвием. Дополнительное лезвие подтягивает волосы к основному лезвию для стрижки, чтобы волосы были короче и оставалось меньше остатков. А фильтр с двумя лопастями обеспечит двойную эффективность, так как по сравнению с обычными средствами, покрытие для бритья увеличивается на 50%. Многофункциональное использование 4 в 1. Ребятушечки, я спас своё лицо в буквальном смысле. Ведь я забыл, что такое дискомфорт при бритье и раздражение на коже. В наборе есть щёточка для лица. После применения лицо сияет от чистоты, а чёрные точки, конечно же, уходят и больше не возвращаются. А ещё в комплекте имеется насадка для стрижки волос в носу, что очень актуально для меня, к сожалению. Также сукас С5 вы можете подстричь бороду и бакенбарды, придавая им индивидуальный вид. Ну а если внутри лезвия скопилось слишком много волос, индикатор очистки будет мигать, напоминая об очистке. Это очень классно. Сукас С5 проста в использовании и переноске. Быстрая 5-часовая зарядка с USB-C даст вам возможность бриться 60 дней из расчёта ежедневного бритья продолжительностью 1 минуту. Брейтесь так, как вам нравится. Сукас С5 обладает степенью водонепроницаемости APX7. Так что она подходит как для сухого, так и для влажного бритья. Так что бриться можно где угодно, хоть в душе, хоть в поезде. В комплекте, кстати, есть прикольный чехол, который выполняет функцию фиксатора перемещения. Так что случайного включения питания не произойдёт. Ссылку на магазин, где можно заказать бритву Сукас С5, я оставил, конечно же, ребят, в описании. Так что, мужчины, пользуйтесь и кайфуйте. Варёные куски мяса, ребятки. Ой-ой-ой. Ебать. Ах, как хочется хавать, блин. Блядь, отложу, короче. Может, похаваю вот это мясо варёное. Да что ему будет, блин, обалдеть. Я просто очень голодный. Сейчас, наверное, буду хавать его. Чё, блядь? Да ладно. Ебать. Ребят, ебать. Это чё, новые одноразки? Тут наушники, походу. Galaxy Boots Pro. Сосунг. Миш, у меня тут пиздец. Проверю, тут есть наушники? У меня в коробках одноразки. Новые? Не, они бэушные. Но они как будто новые. Но оно тяжёлое. Ебать. Сосунг Pro. Нифига, сколько такие новые стоят. Это куш, получается. Это топовые. Стои Пси, зарядочка, ребят. Смотри, как новые вообще состояния. Ну, вот как будто новые. Такие наушники бэушные, вот столько стоят на Авито. Galaxy Boots Pro. Вот столько новые стоят. Приедем в гараж, будем проверять. Держи. А у меня тут в коробках одноразки. Я только не пойму. Вот одно открыл, вроде бэушные. Стрета мокрые. Или бракованные. А, я понял, это бракованные. Бракованные, да. Которые потекли, которые недозаряжены, разрядились. С магаза выкинули. Ребят, это с магазина. Они все новые, можно некоторые позаряжать. Еще и юзи. Да. И плюс они еще и это, заряжаемые. Мы их по 50 рублей такие продаем. Да тут вообще в каждой коробке. Ребят, в каждой коробке есть одноразка. В каждой прям коробочке. Вот, смотрите, все в жиже. Эти бракованные одноразки. Вот, все мокрое. По-любому рабочее. Только надо высушить ее и зарядить. Охренеть. Вот это ништяк. Частенько выкидывают бракованные одноразочки. Тут целый прям пакет. Охренеть. Прям с магазина выкинули, ребят. Бракованные. Аж кудишечки вот всякие. Смотрите. Просто кайф. Еще и наушнички. Бонусом. На халяву. Просто песня. Проезжал мимо вот этого поля. И вот там в конце вижу, как будто там кто-то живет. Пойду посмотрю, блин, кто там обитает. Может там бомж живет. Как будто какой-то шалаш построенный. Может тут просто дети себе халабуду строили. А, ну вроде бы да. А может бомжи тут костры опаливают. Медяшку там всякую. А, нет. Это детский шалаш как будто. Хотя тут вот рукомойник какой-то сделали. Крыша. Картонка. Может тут реально кто-то ночевал. Но недолго. А так прикольный шалаш бы получился. Надо все доделать. Вообще элитный бы. Была топовая халабуда. Кто строил халабуды, ставьте лайк под видос. И пишите плюсики в комментариях. Подъехал к кормилице. Открываю. Захожу. Проверяю яички. Нету. Опа. И вижу какое-то что-то типа техники. О, вещички. А это что у нас? А, это электродартс. Детская игрушка. О, миньончик. Привет. А как тебя включить? О, включил. Как ты работаешь? Никак. Да он уже поломанный. Так. Это для дартса? Нет. Демикс футбол. О, вот это может купят. Опа. Что за провод? А, это от цветов. Всегда путаю вот эти ручки от этих цветов с проводом медным. Обычно тут всегда кости выкидывают. И шкуры сала. Вот эти косточки божественные. Вот такой бульон бы с них получился. Это собаки бы так их хавали, ребят. Тут собак что-то мало на улице бегает уличных. Но собака, если есть захочет и почувствует мясо, она в бак этот запрыгнет вообще со свистом. Кормилица, падла, подземная. Опа. О, нифига себе. Это что, световая музыка? Ребят, я находил уже такое. Это лазерная установка. Нифига, еще и с блоком питания. У меня в гараже есть подобное. Блин, надеюсь, рабочее. Ну, это вообще шляпная светомузыка. Ну, пойдет. Это лазер. Лазерная светомузыка. Чувствует она звук, и на звук она реагирует и работает. Ребята, конкурент. О, нифига себе. Вау. Сюда. Находочку сюда. Как это конкурент-то и не заметил. Такую находочку. Вот эта тема. Это хорошо я залез. Мулине или как там, утюжок. Ну, завертушки на волосах делать. О, коробочка от сосунга. Что-то там есть. Или пустая, не знаю. Да, пустая. Так, что тут еще? Вот от этой штуки, видимо, насадка. Да, сюда одевается, походу. Опа, опа, опа. О, это противень. Что-то жарить. Это на барахолке рублей за 50 купят. Противень этот. Пироги печь. Жопу вытирать мне. Вот эти платки носовые. Ну, перчаточки купят. О, для загара. Ну, это сейчас не надо никому. Ну, это тоже. Ну, может, на лето возьму. Летом продам. Вот спрей для загара. Нифига себе, ребят. Телефончик. Вот это я понимаю ништяк. Мобильник Fly. Сейчас посмотрим. Блок питания. Так, еще блок питания. О, какие-то это на подошвы. Штучки на подошвы. Плоти убедить. Вот эти уже дедить. Так, дальше. Ага, от комаров возьмем. А где крышка? От телефона крышку. Крышки нет. Вот это бубя, в смысле плохо это. Что крышки нет. Как это так? Может она... О, да, вы пробнички. Вот, объятие крем-гель для душа. Ух ты. Запечатанные. Ого, их тут много. Ой, это все пробники, ребятки. Это я буду мыться. Абуребяурить. Ребятки, абуребяурить. Абуребяурить. Это старый вообще Fly. Зарядки. Это флешек нет. А ну-ка, может включится? Ну, он очень старый. Скорее всего не включится. Но защитная, ребят, пленка или стекло наклеена. Отклеить будет вообще как новый. Крышки нет, но мы его проверим в гараже. На зарядочку кинем. Надеюсь, будет работать. Я думаю, он, да, старый, но рабочий. Смотри, мыться. Это норматив Philips. Color Sturbel. Смотри, треснутая штучка. Ну, ничего. Так, а тут что? Тут конкурент, когда я подъезжал, видели его. Вот он все тут поразрывал, намусорил, блин. А потом на нас говорят, что это мы, мол, раскидываем. А это он, конкурент. Вы сами все видели. Или он тут ковырялся. Оп. Что за пакеты черные? Надеюсь, там вы нас с хаты. Скорее всего, тут обои. А не, коробки с магазина, блин. Так и знал. Бубяурить. Это очень бубяурить. Вот сюда занырну. В кормилице я. Друзья. Яблочки. О, кивики. Кивик хороший, кивик. Кивики люблю, ребятки. О, фен. Он такой уже будет убитый. Можно забрать. В гараже пользоваться, прогревать. Что-то там пригодится. Вот в этой помойке нашел кивик. И фен на 2000 ватт. Полярис. Смотри, он вот такой поломанный. Можно замотать себе, оставить. Понял, всякие резиночки. Да. И... Да вообще все можно, ребят. Все можно. Вот за счет этого фена. Нам вообще жизнь малиной будет казаться. Нифига. Адидасы. Бр-чу-чу-чу. Бр-чу-чу-чу. Бр-чу-чу. Сюда. Так, оригинал как будто. Но так-то еще побегают. Покормилица можно было отсягать. Ну, тогда сразу видно по качеству. Бр-бр-бр. Размер 44, кстати, на меня. Ну, не знаю. Я подумаю, брать мне их или нет. Видите, они драные. О, ой. Пирожочки выпали, ребятки. Пирожочки выпали в ребятки. Хм. Блин, так они как будто свежие вообще. Только из печи. Блин, я не смогу устоять перед ними. И не попробовать их. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какой аппетитненький, а? Ммм, посмотрите, мясовидный он. Ммм, так запах приятный, в ребятки. Миша, тут пирожочки. Будешь? Они вообще мягчайшие. О, ни хера себе. Падлы, чайник разломали. А вот это, вот это интересно, ребятки. Одноразочки. Вот такие лост-мери. Классные они. По 50 рублей, ребят, мы их продаём. Ну, бэушные. Аккуратненько, пирожочечки там, да, лежат. Ну, хочешь, вот попробуй, отломал. Да, вкусно, охуенно. Как будто печень, да? Печень и капуста. Дай-ка, я тоже, я тоже хочу попробовать. Так, прикол, ребятки, в том, что я до этого говорил, что увидим магазин с пирожками, зайдём и купим. А тут, бам, и кормилица дала то, что вот я и хотел. Может, они отравлены? Миш, не, ребят, я передумал реально. Это тот момент, когда я передумал. Не знаю, до этого, походу, камера заглючила. Лутаю вынос с хаты, с кухни. Вот, блендер нашёл, вот такой крафт с насадками. Такой рублей за 300 продать можно. Ну, и смотрим, что тут ещё. Вот такие в коробочке вот зайчик, подсвечники вот эти вот. Это купят. Это, может, рублей за 100. Вот ещё удачи какие-то. Ну, вот тоже фужерчички, вот эти рюмочки. А, ну, это бочечки вот, зайчики вот такие денежные, подсвечники. Новые они вот здесь, две коробки. Ништяк. Ну, бабушки купят вот это. Так, что тут? Ой-ой-ой, так ещё. О, тут ещё эти зайчики, походу, да? Ну, да, опять эти подсвечники. Вот ещё. Ой, я смотрю, тут свежая пыца. Или не, свежий каравай. Или, а, пыца. Нифига, плесень какая красивая вот. О, цепочка. Вид у неё золотой с виду, как будто, да? Заберу. Посмотрим потом более детально уже. О, чесночница. Так её выломала, нифига себе. Ну, заберу на алюминий. Смотрим дальше. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Что в этом чехле? Карты. Ребят, карты. Вот такие. Таро, что ли? Короче, какие-то карты типа Таро. Биба. О, медали. Не, ребят, ну вот кто-то потел-то, может, всю жизнь, блин, шёл к этой медали. Небеса гимнастический клуб. Вот, Романова Александра шла там очень долго к этой медали. А потом эта медаль на помойке оказалась. Ну, как-то это нелогично, что ли, блин. Можно было бы тогда вообще ни к чему не идти. Ну, всё. Вот это надо забирать, пока дворник не пришёл. Отжимать вот это всё. Всё, Миша нашёл утюжок, Бубяврич, что? Кейс оригинальный, да, видно. Охренеть, ребят. Кейс оригинальный от AirPods с первого поколения. Ну, слушай, неплохо, блин. Осталось AirPods найти. Бывает, их люди часто теряют. Интересно, оригинальный вот этот кейс без наушников за сколько купят? Он, кстати, даже светится. Или мне показалось? Не, он тут святится должен. Да, лампочка внутри. Потому что это первая версия. Не, ну, неплохо, неплохо. Первая кормилица столько вот техники дала. Нормально. Нереально. Не, ну, прям шикарно. Вообще видная кормилица. Только подъехали, а тут вот тебе сразу шмоточки. Да, ну, сегодня, короче, помойка одевает. Вот можно просто прям так забирать и всё. И даже ничего там не сортировать. Опа, нифига. Нифига себе. У меня тут компьютерное железо. Правда, старое. Ребят, такая древнющая материнская плата. Это что за процессор такой? Intel Helipnes 1200-256. А, Celeron SL-656. Вот столько он стоит на Авито, этот процессор. Ну, это прям ралитет. Нифига, тут оператива какая. Я аж пёрнул. Ещё раз пёрнул. Хьюникс эти чипы. Жёсткий диск. Ну, это он не супер древний, конечно. 120 гигов. Не, ну, древний. С таким разъёмом, конечно. О, видеокарта. А, нет, это звуковуха старая. Да. Вот это железо. О, охлаждение под этот процессор. Видимо, как-то вот так одевалось оно. О, вот это вот надо. Мне вот этот кулер надо, усилитель звуковой поставлю. Это что за пакет? Просто с неба упал. Тут ещё планка оперативки. Ну, такое, конечно, шляпа. Но, я думаю, рублей 300, наверное, за это получится заработать. Не знаю. Может, вот это вот имеет коллекционную ценность материнка. А, кстати, забыл. Блок питания. Насколько он ватт? Интересно. Блок питания на 350 ватт. Так, что тут у нас? А вот тут что-то и нашёл. Блок питания. Я латуневый смеситель в ребятке. А это или на металл, или так продадим. А это что такое? Предохранитель автомобильный звук, походу. О, нифига, что я нашёл. 4К Ultra HD TV приставка. У Димы, что ли, такая же? H96 Max. Вот такая TV приставка стоит вот столько на Авито. Надеюсь, что она рабочая. Притащим, проверим, конечно, если блок питания подберём. Так, дальше, что тут ещё? О, кусочек из... А, это шляпная изолента. О, кучка проводов. Нам такое всегда надо. USB-шечки, зарядочки, под айфончик вот. Патрончик на барахолку. А вот это вот нормальный лутик такой. Так, что у нас тут? Что у нас в подземном баке? Ну да. Что-то есть. О, автономные датчики фирмы Рубеж. Очень часто такие нахожу. Они просто пищат, если пожар происходит в квартире. Не особо хорошая защита от пожара. Но, тем не менее, нормальная тема. Лучше такие дома ставить, пожарные датчики, чем вообще ничего. О, для плитки эти, метчики или как. О, кусок изоленты белой ребятки. Изолента, это тема топ. О, нифига себе, антирадар. Автомобильная штучка, он показывает, там где радары стоят. О, пакет саморезов новых. Я не знаю. Ну, давай отложим, посмотрим. Может пригодится. Ну, тут чуть-чуть шестиграничка. Рассыпи. О, звездочка. Охренеть, термоусадки. Трубки термоусаживаемые. Обалдеть, целая пачка новых. Вот это балдеж. Знаете вот эту песню? Чай, индийский чай. Аня-ня-няй. Вот кофе молотый. В пакетах. Но вот это именно он. Чай, индийский чай. Посмотрите, сколько чая. Это как будто каркаде. О, тут всякие термосы. Вот это все. Но вот здесь целый пакет. Вот этот огромный. Целый пакет вот этого чая. Давайте прочитаем, что за чай. Вот написано. Чай, ягодный цитрус. Блин, так это топовый чай. Срок годности 12 месяцев. А когда его произвели? Вот это вот вопрос. Но я думаю, ничего ему не будет. Но это, посмотрите. Посмотрите, на сколько лет мне этого чая бы хватило? Я думаю, очень-очень надолго. Лет так на 10. Вот тут целый пакет. Я не знаю, килограмм 5 здесь чая. Просто жесть. Это просто топ. В честь этого чая можно отмечать чаепитие всем Краснодаром. Тут реально, ну, вы представляете, насколько реально долго можно пить. Индийский чай. Скормилицы чай. Миша! Блин, вы нас с хаты. Ебать! Ебать! Охуеть! Прикиньш, матьё! Пакеты тупо вы нас с хаты, ребят. Ебать! Нифига себе! Ой-ой-ой! Смотрите, там очков сколько. Ебать! Коробка лакоста. Посуда всякая. Бижутерия. Вон! Да тут золото может быть. Нифига себе! Коко Шанель. Бать! Коробка от айфона. Тяжелая. Давай, короче, это от бака оттащим. А то сейчас дворник подойдёт. Ебать! Это нифига себе тут мажоры живут. Смотрите дома какие, ребят. Просто замки. А? Туда оттаскивай. Ебать! Ребят, вот это мы сейчас залутаемся. Пиздец. Лучше отойти от бака. А тут, может, местный дворник сейчас тупо предъявы начнёт кидать. Там тоже, да? Так, конечно, в таких домах, ребят, посмотрите, дома какие. Там хлама очень много. Ребят, сто лет таких выносов не было. Сегодня просто самый лучший день. Ещё погода прекрасная. Ребят, у меня азарт просто, ну, меня аж колотит чуть-чуть. Так, сейчас камеру с руля направлю на вынос. И будем сейчас всё смотреть, лутать, перебирать. Охренеть, ребят! Я просто в шоке. Сколько тут всего? Пиздец, я думаю, вот это самое интересное. Очки. Смотри. Эни Марку. Чехол. Такое купят. Нихуй. Гуччи. Прикинь. Нифига себе. Слышь, так может это Орик? А ну дай-ка я пьёрну. Не, палёные Гуччи. Но вид прикольный. Может, буду таскать их. Я люблю вот это всё брендовое, скормилицы. Тут чё, очки с рынка, что ли? Я думал, тут Луи Виттоне будут. Гуччи, Прада, Луи. Нам не танкалькенди худик. Говорят, старик-то любит. Ну, короче, норм очки. Не знаю, может даже какой-то тут бренды есть. Ну, непонятно. Может и с рынка. А, вон, смотри. Made in Italy. Вот эти итальянские. Фирма, правда, я не знаю. Made in Italy написано. Что это за фирма такая? Ну, ладно, короче, на барахолке всё продадим. Так, дальше очки. Что здесь? Лакоста. Посуда. Посуда целая. Не, вот, битая тарелка. Это нам не надо. Посуду на барахолке покупают. Ну, правда, недорого, но тоже берут. О, стрекая сумка Шанель. О, а что это там? Сумки Шанель. А, это вот эти штучки, походу, отклеились. Прикол. О, короче, какая-то самосборная разваливающаяся Шанель. Биба, Биба, что тут дальше? Давай сумки доставай синие. Будем сейчас сразу складывать всё. Ребят, ремень зацените. С биркой новый нафиг. Inditex фирма. Новый ремень с биркой. Пать. Так, ну это, не знаю. Вот эту Бибу, наверное, никто не купит. Нифига себе, прикинь. Кисточки косметичка. Бэушные. Ну, может, купят вот так вот прям набор. Охренеть. Я боюсь представить, что там дальше будет. Так. Давай по бырику. Бать. Наушники. Слушай, айподсы, блин. Как будто оригинальные. По ощущениям кабель чётенький, оригинал. Такие по 2500 стоят. Вот, да, надпись. Seagin, BeApple, California. Вот тут на конце провода есть. Оригинальные. Надо проверять. Рабочие нет. У тебя айфон есть? Давай пока проверяем. А, они с собой. Ну, ладно. Так, тут какие-то женские сумочки. Ну, это Биба вроде дешёвая. Да прям сы... О! Нифига, там что-то есть. В бутылке что-то есть. Ну, чем пахнет? Вино. Вино? Нифигася, ну. Домашнее. Ребят, реально какое-то вино. Да, пахнет вином. Алкоголем. Забираем. Сразу коробку смотрю. Она тяжёлая. Штану! Ну, что? Новый айфон? Дожди-ка. Ну, какой-то... По-моему, это какая-то хрень. Какая-то Биба. Ну, кнопка нажимается. А ну, пытаюсь включить. На макет смахивает. Я уже находил макеты не раз. На макет похоже очень. Линзы маленькие. Смотри, какая-то китайская Биба. Продукт Red. Это айфон 12. Ну, он какой-то китайский. Да это, блядь, этот макет. Это макет, реально. Там контактов нет на... Они болтские, видишь? Они вообще слитые просто. Они пластмассовые. Сука, подъебка. Ну, я бы подумал, что настоящий. Смотрите, в плёночке. Выглядит как настоящий. Вообще капец. Забираем. Так его тоже можно будет продать. Я не знаю. За тысячу, за две. Я не знаю, по чём они продаются. И кто их вообще покупает, не понимаю. Типа, чтобы... Ну, или те, у которых денег нет, понтуются. Могут у меня вот айфон. Смотрите, ребят. Всякие бижутерки. Здесь косметики. Вот Диор. Тушь какая-то. Диор. Бижутерские. Вот эти цепочечки. Духи. Да, конечно, блин. Айфоны, макеты выкидывать. А духи он Шанели покупает. Коко Шанель. Ну, это вроде не оригинальные. Ну, почти полбутылки тоже пойдёт. Они ещё протекают. Смотри, там что-то разбилось. Вон, стёкла. Ну, короче, Биба всякая бижутерия. Так, а чё тут дальше? О, шляпа. Медный кабель. Вот эта медяшечка. Просто бомба. Лапти. Интересно, Адидас оригинальный? Давайте посмотрим. Это оригинал, видно сразу. 36 размер. Нифига, так эта модель прикольная. Суперстарый, ребят. Топовый. Оригинальный, зацените. Вообще целый. Так, давай эту сумку тоже набивать. Так, посуду-то сюда обратно убираем. Так, дальше смотри. Вот тут ещё какие-то книжки. Опа, кошелёк. Денег нету. Тут не оставили. Мажоры нам. Нет, тут ничего нет. Цепочка. Цепочка? А, это ремень. Ремень-цепочка. Книги какие-то за... 7000 заговоров сибирской целительницы. Та, слышь, такое бабки купят на рынке. Бабушки. Шляпетки вот такие, шляпочки. Так, у нас тут ещё вон сумочка какая. Слушай, а вот эта походу дорогая. Качество у неё. Смотри, какое. Ван Лима. Сумка от бренда Ван Лима. Вон тут ходят люди. Мне аж страшно. Мне сейчас ещё подойдут, скажут, это наши. Не, сумка хорошая вообще. Всё. Лабутен. Шемс. Какой-то Шемс фирма. 36 размер. Так, он ещё нормальный побегает. Это походу... Ух ты! Новые игрушки. Упаковки. Охренеть. Новые игрушки забираем. Джинсы. О, Луи Витон, что ли? Прикинь, Луи Витон. Я теперь эти загородные помойки всегда буду лутать. Так, куда? Я уже не понимаю, куда складывать. Доставай сумки. Давай тряпки туда все эти. Луи Витон сумочка, ребят. А, это под ноутбук сумка, кстати. Нифига. Так, что тут ещё? Ещё сумка какая-то. Форум Кубань. Тоже для ноута. Да капец тут этих сумок. Они все хорошие. Смотрите, ребят. Отличные сумки. Ребят, Дольче Габбана. Интересно, тоже паль. Походу всё тут паль в этом выносе. Может и нет, конечно. Дольче Габбана. Ну, скорее всего, тоже паль. Но вид у неё крутой, конечно. Прям по-мажорски. Михаэль Корс сумка. Эти сумки вообще, блин, по 50 рублей даже брать не хотят на рынке. Угу. Вон ещё сумка. Нифига. Ещё и с книгами какими-то. Защита детей от сглаза и порчи. Прикинь, те, кто это выкинул, верили. Вот в это всё. О, какой-то кусочник. Чехольчик для мелочи. Да в этих сумках даже на подкладках могут быть эти. Теряют, знаешь, постоянно всегда мелочь просыпают. Вон ещё. Пася. Две сумки ещё. Так, не знаю. Знаете, я уже устал их перебирать. Сколько там этих сумок-то заебался. Я уже весь вспотел. Мне так неприятно. О, ещё сумка. Смотри. Эль Сел Лоран. Может, оригинальная. Смотрите, номер есть. Серийный номер на сумке есть. Может, оригинал. Вон, смотри, серийник. А, ну, палёная, короче. Ладно. Ребят, я не знаю, какая у вас температура, но сегодня почти плюс 20 градусов в Краснодаре. Так, а тут чё? О, нифига ещё Adidas. Ребят, как вам такое? Походу, тоже Ориг, 36 размер. Да, оригинал. 36 размер. Вот такие кеды Adidas. Смотри. На грудник или чё? Это штука для увеличения груди. На сисечники. А, подкладки для груди, чтобы больше были. Жесть. Так их тоже продать за пару соток можно. Ребят, тут просто вещей, я не знаю, насколько. Тысяч, наверное, на 10. Сапожки для собак? Ребят, зацените. Смотри, вот, Лакоста. Бл***ь, оригинальная, 36 размер. Ну, тут пятка подорвана, да. Ну, ничего. Вон, балетки какие-то. Бонтицелли. Limited Experience. Бонтицелли. Как будто кожаные. Итальянские, наверное. Походу, не дешёвые. Видно, кожа вот, они кожаные. Сумка походная. Охренеть. Head Green. Functional Gear. Сумочка такая топовая, ребят. Вообще, бомба. Так это сумка-рюкзак, походу. Ничего себе, он тут какие-то завязки. Да, из неё рюкзак, наверное, можно сделать. Сумка-рюкзак, два в одном. Вот лямки, смотри. Я пёрнул опять. Так, короче, тут всё понятно. Обувь неплохая. Бонтицелли там кожаные. Я уже не знаю, куда это всё складывать. Вот в эту сумку положу. Кто-то очень любил сумки покупать. Это что? Запечатанная. Объёмная фоторамка Визли. Запечатанная, смотрите. Ну, какая-то сборная из бумаги или ещё фоторамка. Нифига, сумочка для чего? Не знаю. Вон ещё какая-то клач какой-то. Хачин Дэм магазин. Так, что дальше тут? О, это ж эти сумерки. Прикинь, это ж уже ралитет сумерки. Ребят, обалдеть. Кто смотрел этот сериал? Я тоже, блин, пару серий видел. Нифига себе. Смотрите, ребят, Шанель. Сумочка, клачик. Не, вот это тема. А она на магнитике. Вот это сумочка, ребят, топовая. Вот на магните закрывается. Это дорого и богато, блин. У богатых свои причуды. Вот такое покупают. Так, это я посмотрел. Вот тут у нас что? Ой-ой-ой. Ребят, Луи Виттон. Что? 2 800 рублей. Бутик-галерея. Шлёпки. А ну-ка. Что там за шлёпки? С клобуком шлёпки. Так это гламур. А, ну это не Луи Виттон, походу. Веро Гуило. Made in Italy. Итальянские какие-то клобуки. Вот такие вот. Ну, мажоры, конечно, дают. Ещё в чехольчиках таких охренеть. Видимо, какая-то мадама любила вот этот леопардовый принт. Блядь. Продают новую. Made in Italy. 37 размер. Нифига себе. А вот это мне нравится. Зацените. Adidas. Красочи вообще топовые. Крутые. Турсион подошва. Турсион подошва. 38 размер. Блин. Это я жене подгоню, походу. Стильные, да, такие? Ну, вот я не пойму, а рик или нет. Подошва какая-то кривая. И бирка странная для Adidas. Бусты. Adidas. Изи бусты. Made in Vietnam. Вон, смотрите. 36-й. Ну, какая бирка там. Так, картины. А, нет. Фоторамки, ребят. Целый пакет фоторамок всяких. Вот они. Ну, это продадим мы по 50 рублей где-то на рынке. Что в этом пакете? Что-то тяжелое. Вот тут что. Ебать. Ребят, Gucci. Ремень Gucci. Подубитый. И, кстати, паленый. Не оригинальный. Смотрите, Off-Light. О, вот этот мне очень нравится. Off-Light. Ребят, зацените ремень Off-Light. Вот этот топовый себе возьму. Он, наверное, тоже паленый. Но, ребят, Off-Light. Посмотрите, какая бляжечка топовая. Советская. Охренеть, вешалка, ребят. Цена 1 рубль. Вот это тоже редкая тема. Может, даже коллекционная. Но ремень Off-Light, это, конечно, топ. Это я вот отложу себе. Это с биде, ребят, штука. От биде краник. Да ему цена рублей 200 на барахолке, я думаю. Или 100 точно. Краник от биде. Роберто Боттиа. Лени какой-то тоже. Как будто кожаная. Dark Bickenbergs. Короче, бренды, я не знаю. Вот тоже как будто кожа. Вот это Dark Bickenbergs. Кожаные ремени, ребят. Смотрите. Dark Bickenbergs. Sport Conti Vili. А, Disquared. Фирма недешевая. Вот Disquared. Почем ремни там стоят? Disquared. Disquared Made in Italy. Кожаный. Да это на Авито мы будем кожаная вот это все выставлять. Потому что это очень дорого. Ремни это надо перебрать. Что? Ребят. Juist Cavalli. Roberto Cavalli. Смотрите. С Watermark'ом каким-то кожа. Видно сразу настоящее. Целый. Roberto Cavalli. Gucci. Ребят. Ремень Gucci. Gucci. Ну это походу дермантин он отсыпается. Или крашеная кожа. Я не знаю. Вот в этом ремне я не уверен. Ну если это Арика, то петец конечно. Дизель. Ребят. DSL. Дизель. Кожаный ремень. Вон. Всякие бирочки отрезали. Кожа прям видно настоящая. Это мы на Авито будем выставлять. Раз. Дизель ремень. Два. Disquared. Три. Роберто Cavalli. И четыре. Вот какой-то Dark Bikinbergs. Тоже кожаный. Modus Vivendi. Modus Vivendi. Кожаный тоже чувствуется. Это короче из старых каких-то коллекций. Это все вещи видимо старые прям. Вот они точно старые. Этот под брюки такой ремешок тоже красивый. Made in Italy. Да. Made in Italy написано. А что это за фирма? Encore Gie. В гараже еще более детально все пересмотрим. Потому что, ребят, если это мы сейчас будем тут на видео все пересматривать, это затянется. Ну, походу часа на два. Что? Опа. Колпачки это на праздники. Так, вязанный носочек. Розеточка. Какая-то коробочка. Как тебе обрезалка. Еще ремень. Giannini Versace. Калькулятор. Он даже рабочий. Вот еще тапочки детские. Брис Босфор. Еще эти для карнизов штучки. Вот тут что-то непонятное. Завернуто в газетку. А, вот такая фигурка-подсвечник. О, новые сережки. Хотя вид у них, как будто они не новые, а бушные. Но они прям в коробочке. Блокнотик. Что тут написано? Новый. Охренеть. Так, это что? Пакет Кока-Кола. Прикинь, вот это вот редко сейчас будет. Мешочек Кока-Кола. Это коллекционный мешок. А, он надувается. Прикинь. Понял, его надуваешь. А не, может воду-то заливаешь? Вместо воздуха замерзает оно. Термосумочка, походу. Так, Шанель сумочка. Ну, вроде тоже Паль. Шанель. А это что? Магниты вот эти вот. Что-то они лечат там, я не знаю. Прикольные, прикольные. Да ничего, перебираем вот барахло. Сразу сортируем, выкидываем, что не надо. Магнитики вот эти, да? Смотрите, цепочка. Ну, это типа ремешок-цепочка. Ну, короче, пипец, ребят. Все перебрали. Сейчас поедем в гараж, там еще это перебирать. Кучу товаров будем выставлять на Авито. Вот эти кожаные ремни. А там ремней, наверное, тысяч на пять. Остальное барахло. Ну, короче, округлим. Там еще этот айфон новый. Копия. Тут где-то тысяч на пятнадцать, на двадцать находок. Просто вы нас с хаты подняли. Вот тупо удача, удача. Вон, смотрите, на койота короллы. Вот мажоры живут. Там вообще туповый райончик. Может, оттуда это все и выкинули сюда. Тупо удача, удача. Тупо удача.